Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос, как проработать детскую травму самостоятельно. Ответ будет довольно простой, никак, потому что это сделать невозможно, в силу того, что у вас есть определенные выгоды от своего состояния, вот, и эти выгоды вы будете защищать, по сути, до тех пор, пока они проносят к вам какие-то преференции, вот, то есть, по сути, дело, что вы будете себя защищать, вы будете защищать свою модель поведения, вы будете защищать свой выбор, вот, что является, ну, как бы абсолютно нормальным, вот, то есть, ну, любой человек хочет отстоять, да, и как-то защитить то, что ему, ну, дорого, да, то, что ему важно, то, что ему ценно, любой человек будет это делать, это абсолютная норма, ну, вот, ну, вы будете, ну, как бы, заниматься, по сути, именно этим, вот, поэтому самостоятельно, как бы, вы в этом смысле, вот, ничего не сделаете, потому что вам будут начать, как раз, механизмы, психологической защиты, вот, собственно, механизмы психологической защиты, и приводят вас, вот, к, всем этим ситуациям, которые вы описали, вот, да, значит, забегаем немножко вперёд, вот, я, я бы сказал, наверное, о том, что у вас есть много знаний, вот, то есть, ну, правда, вы много знаний, вы используете такие слова, как сепарация, и так далее, вот, знаний у вас много, но это знания очень очень похожи, очень похожи на рационализацию, на рационализацию, то есть, знания, которые не несёт какого-то для вас смысла, да, какой-то, вот, какого-то успокоения, да, может, и так далее, вот, вот, поэтому, вот, я бы сказал, что в данном случае знания, знания для вас являются абсолютно бесполезными, ненужными, мешающими, вот, и первое, наверное, с чего нужно начать, от того, чтобы перестать, перестать операцию, операцию на этом, перестать оперировать им, вот, оно вам ничего, ничего хорошего не дают, и не несёт, вот, да, у вас непростая история, у вас непростая, непростая жизнь, вот, безусловно, вы травмированы, вот, но что такое травма, что такое травма? Правма, это непроживание, всего, то есть, вы травмированы тем, что не отреагировали, и не отреагировали вы, то есть, тоже не отреагировали до сих пор и так мать тяжелый человек била за любой писк скалкой тапком кулаками по голове выдирала волосы крыло матом провела рабочий страх на мне плюс очень зависло от того что люди сказали что придалось мне ну а что здесь у нас много агрессии много злости много обиды много боли это нужно нужно прожить все это прожить это делается с психологом итог заниженная самооценка и зависимости от людей и от веществ зависимости от веществ можно ликвидировать через работу с врачами а зависимости от людей через работу с психологом что это за зависимость у вас несчастный брак я не могу понять зависимость ли или можно исправить ну зависимость можно исправить на самом деле вот любые отношения можно гармонизировать вот это не сказать чтобы так вот прямо очень сложно было ну не сказать чтобы это очень сложно вот да есть определенные конечно конечно моменты есть определенные конечно особенности вот в частности вот если говорить о вашем например случае да то это опять же механизм защиты в которых под которых ну в которых вы скорее всего будете в которые вы скорее всего будете сбегать вот значит вы пишете что несчастные браки а когда получилось ну то есть ну то есть вы же выбирали этого человека вот по-видимому себе в супруге вот как так получилось по вы несчастным когда это началось то что то что вы несчастным когда как как это образовывалось давайте попробуем попробуем вот на это обратить ваше внимание дальше дальше значит так вы пишете как следствие не чувствует свои границы позволяя собой пользоваться родственникам на работе на работе друзья здесь вы перекладываете ответственность на мой взгляд с себя на других людей ну то есть вот по сути вы что делаете вы обвиняете маму получается по большому счету вот такая история вы говорите что не чувствуете свои границы ну так давайте учиться чувствовать позволяю пользоваться родственникам а зачем для чего вы позволяете пользоваться так замужем больше десяти лет оба инфантильные не спорировали за родителей и вы тоже не спорировали за родителей от родителей получается вы не можете говорить за двоих людей вы можете говорить только за себя из-за того что вы не умеете коммуницировать это основная причина раз и от родителей не обязательно приводит к ссорам не умеем договариваться ну так опять же давай давай ну не учиться тогда договариваться если вы не умеете выходить научиться у меня нет доверия по поводу денег муж может занять деньги для своих родителей когда нам самим не хватает плюс другие звоночки но опять же похоже больше на то что вы жалуетесь на своего мужа вот и то что вы ему не доверяете является на мой взгляд вследствие того что вы не доверяете себе в первую очередь это не доверие себе бытовой неряха изначально я тянулся на себя теперь не получается и не ситуация а почему почему тянулся на себя для чего для чего для чего как отец или просто друг мой замечательный человек но как муж меня не устраивает так как тоже зависит от чужого мнения и похвалу готов бежать по первому то зову друзей или скрозы ну это опять же больше история не про то что вас не устраивает мужа а потому что вы хотите на него опереться а на него опереться не получается не получается вот периодически сливы превращаются в тиран кровью мужа матом и обижая не могу контролировать свою психопатию а то вы себе сами диагноз поставили или как раньше даже могу обидеть себя по голове ну а вот агрессия вам нужно работать с чувствами чтобы это перенаправлять вот на этом все я надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу до удачи обращайтесь а 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 Продолжение следует...